Всем добрый день! Сегодня я предлагаю вам рецепт очень вкусного яблочного пирога. Его приготовить можно очень быстро, он получается мягким и ароматным. Чтобы испечь такой замечательный пирог, вам понадобится мука, яйца, сахар, крахмал. Можно взять кукурузный или картофельный. У меня кукурузный крахмал. Также понадобится разрыхлитель, ванилин, корица и яблоки. Возьмите глубокую миску, разбейте в неё яйца, насыпьте сахар. Избейте массу до увеличения в объёме примерно в 3 раза. Масса должна побелеть и хорошо загустеть. Теперь насыпьте сюда муку, крахмал, разрыхлитель и ванилин. Теперь это всё хорошо перемешайте. Взбивать не надо, достаточно перемешать лопаткой. Тесто перемешивайте до тех пор, пока не исчезнут все комки. Тесто должно быть похожим на бисквитное. Тесто пока отставьте в сторонку и займитесь яблоками. Яблоки разрежьте на четвертинки, удалите сердцевину, а затем нарежьте на ломтики. Разъёмную форму слегка смажьте маслом, застелите пергаментом. Затем вылейте примерно 2 трети теста. Разровняйте. Поверх теста выложите яблоки, стараясь, чтобы они распределились равномерно. Сверху яблоки посыпьте сахаром. Если яблоки сильно сладкие, сахар можно не класть. И посыпьте корицей. Корицу насыпайте по вкусу. Я корицу очень люблю, поэтому кладу её много. Но вы можете положить её совсем немножко. И сверху залейте оставшимся тестом. Форму с тестом поставьте в духовку, разогретую до 180 градусов. И выпекайте примерно 1 час. Пирог стоял в духовке 1 час. Я его вынула. Теперь нужно немного его остудить. Сразу не вынимайте из формы, чтобы он не осел. Пусть он постоит в форме примерно 5-10 минут, а затем освободите от кольца. Затем уберите кольцо. Аккуратно отогните бумагу. И пусть пирог немного остынет. Теперь пирог нужно переложить на блюдо. Для этого накройте его полотенцем. И переверните. И теперь надо снять пергамент. Оставьте его на полотенце до полного остывания. Теперь остывший пирог переложите на блюдо. Остывший пирог посыпьте сахарной пудрой. Вот такой замечательный пирог у меня получился. Очень ароматный и очень мягкий. Пирог очень мягкий. Он хорошо пропекся. Несмотря на то, что яблоки дали очень много сока. Если вам понравился этот рецепт, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!